1 октября в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор» открыл свои двери 29-й международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021». В Нагаевской бухте уже создается совершенно новый современный морской фасад столицы Колымы, представленный комплексом архитектурных проектов. Парк «Маяк» первой, второй и третьей очереди, новым пирсом, проектом современной марины и набережной. Напомним нашим зрителям, что первый запустивший всю цепочку масштабных преображений побережья бухты Нагаева стал проект парка «Маяк». В мае 2018 года лично презентованный в Москве мэра Магадана Юрием Гришаном и победивший в федеральном конкурсе. Парк стал победителем международного конкурса благоустройства в 2020 году. И мы хотели создать такую точку притяжения, которая даст возможность лучше познакомиться с бытом, культурой. Не терять эту историю, а наоборот вплести ее глубже в нашу повседневную жизнь. Также состоялся живой разговор с Сергеем Ливкиным, руководителем департамента градостроительной политики города Москвы. Он очень тепло воспринял представленные проекты преображения магаданских морских побережий и пообещал оказать необходимую поддержку в их реализации. «Улавную часть города, территории города Багадана, в Канагаре, в которой мы сейчас находимся в разработке, жители уже оценивают усилия комбинатора на правду, чтобы вести усилия комбинатора в порядок 7 килограмм. С 350 гектаров мы делаем репутацию территории, промышленные территории. «Усоциальные средства». «Но, вы там всевозможные, разные конечные». «Инфраструктурные и бюджетные кредиты». «Надо мне, Багадан надо помогать». «Оценивается бизнес, занимаются жидоралы, и, конечно, преграданда так». «Крайме и слово, вот, замминистра я спрошу, чтобы он оказал полное соблюдение по логической решению. «Котовый содействовать, готовый обратиться к генералам». «Усоциальные шаги, действительно, очень активно развиваются территории и морской фасад, к которому практически уже много десятилетий обращались архитекторы, проектировщиеся». «А вы справляетесь сами с задумками, с идеями или все-таки кого-то привлекаете со стороны?» «Ну, приглашаем, конечно, сначала идею даем сами разработку, потому что я архитектор, с вашим садом, и для этого, конечно, жить в их предметаем. Однозначно размещено на всех площадках, люди голосуют, предлагают варианты, и мы, конечно, рады, привлекаются вообще жителей, даже с гостей города. Авторитетное мнение, поддерживающее представленный городом Магадана проект парка «Дюкча», вечернему Магадану высказал и посетивший нашу экспозицию архитектор Камиль Казаев, автор проекта «Магаданской маски скорби». «Проект «Дюкча» отличается от первого проекта, который был в прошлом году представлен, «Маяк», потому что это уже о народностях севера говорит, об их обычаях, и это прекрасно. Потому что Колыма и первопроходцы – это местные жители там, поэтому надо отражать их быт, сохранять их быт и рассказывать о их быте. И вот этот проект, я рад, что он как раз и отвечает всем этим вопросам. Безумно, я с удовольствием поздравляю авторов, которые представили этот проект, и надеюсь, что этот проект будет отмечен руководством этого фестиваля. Молодежному патриотическому клубу «Наследие» исполнилось пять лет. В честь своего первого юбилея его участники организовали праздничный концерт, который прошел в минувшую пятницу в молодежном центре. Воспитанников клуба пришли поздравить первые лица региона и города, а также представители нормотворчества, ведь благодаря их поддержке реализуются все идеи инициативы «Наследие». Среди гостей вечера были общественники, волонтеры, ветераны боевых действий и действующие сотрудники силовых структур. И не зря сегодня в зале присутствуют не только действия ветераны силовых структур, действующие сотрудники, руководители, потому что, несмотря на то, что это молодежное направление, но в любом случае всю свою работу проводят во взаимодействии с действующими силовиками. Поэтому хочу пожелать на начальном пути продолжать такую же активную жизненную позицию, продолжать вовлекать в свои ряды все больше и больше нашей молодежи. Но, одевая форму, наверное, не захочется нарушать ни общественный порядок. Молодежный патриотический клуб «Наследие» был организован в 2016 году. Его председателем является Даниил Сомов, который занимается по всем канонам правильным делом не только по призванию, но и по душе. Его работа – привлечение молодежи города к изучению истории родного края, отечества, воспитания в них духа патриотизма. Данил проводит много мероприятий по пропаганде здорового и трезвого образа жизни, понимая, что он тоже непосредственно влияет на судьбы и будущее молодого поколения, а значит и на будущее нашей страны. Я надеюсь, что у клуба «Наследие будущее» хорошее, и сегодня об этом можно уже смело говорить, потому что за пять лет уже сложился определенный коллектив участников, инструкторов, руководителей, сложилась уже определенная методическая база, наработка. Очень хочется пожелать вам, чтобы вы избежали самого, на мой взгляд, ненужного в этом направлении всякой заорганизованности и участия исключительно в торжественных мероприятиях. Мероприятия должны быть интересны непосредственно молодежи, детям. Это должны быть сорницы, это должны быть игры, это должны быть стрельбы, это должны быть переходы, это должны быть парашютные прыжки, это должны быть то, что молодежь закаляет, то, что ее интересует, то, что в будущем потом заложит в них те основы, которые в будущем им помогут пройти военную службу, поступить в военное училище, достойно служить нашей Родине. Сегодня курсанты «Наследие» вместе со старшими товарищами и наставниками организации ветеранов «Боевое братство» участвуют во всех парадных шествиях, акциях и других важных патриотических мероприятиях. Но стоит отметить, что они не ходят на мероприятия для галочки, они это делают по взглядам и убеждениям. Хоть пока в рядах «Наследия» не так уж и много курсантов, но каждого из них уже можно назвать истинным патриотом. На День пожилого человека, традиционно отмечаемый 1 октября, в торговом центре «Маримол» магаданские бабушки устроили флешмоб. Активисты Магаданской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов танцевали и принимали поздравления и слова благодарности от молодежи. Дорогие друзья, сегодня Всероссийский день пожилых людей. Мы бы хотели этот день назвать День элегантного человека. Сегодня молодое поколение – это наши дети, наши внуки. Говорят нам большое спасибо за то, что мы отдали им всю свою душу и сердце. Мы, дорогие друзья, желаем магаданцам здоровья, хорошее настроение, доброты, хорошей погоды, любить жизнь, удачи, благополучия, счастья, мира на земле. В своей акции старшее поколение попыталось привлечь внимание молодых по-новому и взглянуть на отношения поколений. Быть активным, энергичным и востребованным – именно такой вопрос сегодня формулируют многие ветераны и пожилые люди. Вечерний Магадан, побывавший на мероприятии, отмечает и встречную благодарность ветеранам от молодежи. Здоровье – это самое главное, что должно стоять на первом месте и обязательно живите для себя, делайте для себя. Не забывайте о себе, заботитесь о своем здоровье и просто счастья и благополучия. Хочется выразить огромную благодарность, потому что вы нас каждый день радуете своей красотой. Хочется всегда пожелать и добра, и здоровья, прям счастья огромного. И мы сами хотим вас с этим же радовать. Спасибо вам. Спасибо. Вы увидите, мы любим жизнь, мы инициативны, мы востребованы. А вы, наше молодое поколение, должны уважительно, во-первых, к нам относиться и нас во всем поддерживать. Конечно. Спасибо вам за добрые слова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. 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 Спасибо.